Ядерный грипп. Завтра начинаются внеплановые каникулы сразу в десятки городов по России. Из-за гриппа в 14 регионах уже превышен эпидемиологический порог. 28 человек умерли с начала года из-за осложнений. Московские врачи уверяют, у каждого второго заболевшего в столице диагноз ОРВИ означает H1N1, или так называемый свиной грипп. То есть началось. Несмотря на холода, который обычно становится лучшей профилактикой эпидемии. И вновь, как с чистого листа. Врачи снова твердят, никакого самолечения спиртное от болезни не спасает. Антибиотики грипп не лечат. Руки мыть надо чаще, ходить в общественные места реже. Мой коллега Евгений Лямин разбирался, что в этом году за грипп такой, и почему каждый раз, когда вирус нападает на россиян, врачам приходится напоминать пациентам о самых простых вещах. Все случилось достаточно резко. Буквально позавчера вечером все было отлично. Ночь переночевал, утром встал на работу, приехал, уже ехал, голова кружилась. Головокружение, слабость, головная боль, высокая температура, рвота. Это и есть первые тревожные симптомы, на которые следует обратить внимание. Здесь важно не отмахиваться, мол, пройдет, а обратиться к врачу. Лечился полдня, лечился сам. Лучше сразу обращаться, самолечением не заниматься. Тогда добра не доводит, в палате лежат. Вот пять дней сам занимался собой, и вот уже две недели тут и врачи занимаются. Нередко, говорят, медики-пациенты обращаются лишь на третий, четвертый, а то и пятый день, то есть когда уж совсем плохо. А залог успешного лечения в том, что оно должно начаться в первый же день заболевания. Противовирусные препараты есть, эффективные, помогают и при вирусе АН1. Пандемический вирус, который неправильно иногда называют вирусом свиного гриппа. Этот термин 6 лет уже нигде в мире не используется, свиной грипп. Надо говорить пандемический вирус. Сейчас эпидемия. Не надо дожидаться и думать, а может это не пандемический вирус. Сейчас надо в случае появления любых признаков заболевания респираторной инфекцией относиться к возбудителю как к пандемическому вирусу и начинать лечение вот этими противовирусными препаратами. Сейчас в мире циркулируют сразу три вируса гриппа. Первые два, можно сказать, привычные, сезонные. Переносится легче, осложнения дают реже. Самый опасный, словно монстр, тот самый пандемический АН1-Н1. Самое главное, он не терпит промедления, говорят вирусологи. Кроме того, они предостерегают, что за сезон можно переболеть трижды. То есть, отбившись от первых двух вирусов, никто не гарантирует, что третий обойдет стороной. Сезонные вирусы поражают клетки верхних дыхательных путей. Отсюда насморк, кашель, пандемический вирус идет дальше. Если не лечить, в организме человека он мутирует, приобретая способность быстро двигаться вниз по легким, спускаясь в бронхи, поражая вплоть до конечных ветвей – пранхиолог. Мы с вами находимся в палате реанимации интенсивной терапии, которая перепрофилирована для оказания медицинской помощи больным с тяжелыми вирусно-бактериальными пневмониями. От первого кашля до реанимации – один шаг. Точнее, может пройти всего один день. Те, кто подхватил пандемический вирус гриппа и не лечил его, уже на ранней стадии нуждаются в искусственной вентиляции легких. Далее – непростое и долгое лечение осложнений. Особенность заключается в том, что осложнения развиваются рано. Например, вирусная пневмония на вторые-третьи сутки от начала заболевания. Сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени, метаболический синдром, то есть избыточная масса тела, является факторами риска тяжелого течения заболевания и развития тяжелых, в том числе, смертельных осложнений. Одна вирусная частица. И, как видно, здесь на поверхности торчат вот такие вот белки. Белки двух разных видов. Называются они гемоглюцинин и нейроминидаза. Вот он вирус. Верхние белки, говорит биолог, те, что похожи на кроны деревьев. Их-то и распознает иммунная система человека. А сам вирус именно их оперативно старается изменить для того, чтобы обмануть организм человека. Многолетняя борьба из года в год от одного вируса к другому. Особенность в том, что в этом году свиной гриб фактически стал сезонным. Это преобладающий штамм гриба, который сейчас заражает людей во всем северном полушарии. Примерно, по разным оценкам, от 60 до 80% всего гриппа, который сейчас циркулирует в северном полушарии, это вирус гриппа H1N1, так называемый свиной. Из последних раз она притащила всех своих медведя, медведя, слона, принесла, сажала за стол, кормила. Трехлетнюю Настю в детскую больницу положили еще в начале декабря. Симптомы обычные, ничего особенного. Казалось, пошла на поправку. 13-го запись, что общее состояние средней тяжести, кашель продуктивный, редкий. А 14-го числа нас выписывают. Дома Насте снова стало плохо. Основа больницы, врачи, лечение. Но на этот раз девочке становилось только хуже. В 6 утра у Насти началась отдышка. В 9 часов я подошла к врачу. Говорю, доктор, так и так, то есть Насте становится действительно хуже. Она прибежала, посмотрела, послушала, сделала предположение, что у нее мог лопнуть аппендицит. После чего пришла заведующая, послушала, и на мой вопрос, что с Настей, она мне сказала, что у нее сердечное недостаточно. Ее отвезли в детскую реанимацию. Уже там поставили диагноз пневмония и то, что это осложнение вируса АН1Н1. Но было уже слишком поздно. Спасти ребенка врачи не смогли. Затрудненное дыхание, рвота, отказ от питья, повышенная возбудимость или, напротив, сонливость. Есть и еще одна очень важная особенность именно у детей. Ребенку на некоторое время становится лучше, но потом снова возвращаются все симптомы. Температура, кашель вирусовно обманывает. Поэтому даже если кажется, что малыш пошел на поправку, терять бдительность нельзя. Ежегодно от осложнения гриппа в мире умирают около 500 тысяч человек. Всегда в группе риска дети, беременные женщины и пожилые люди. В России эпидемия только началась, но по официальной статистике уже зафиксировано почти 30 летальных случаев. Врачи подчеркивают, эти люди не были привиты. Продлится эпидемия, по предположению вирусологов, месяц-полтора. На сегодняшний день эпид-порог превышен в 14 регионах. Это статистика по всем типам гриппа. После болезни и, наверное, лет 5 тому назад я первый раз надела. И сейчас каждую эпидемию, ну, когда народ болеет, я надеваю маску. За эти 5 лет, говорит Наталья, болела только один раз. Такая культура профилактики гриппа у нас в стране еще не проявита. Как, впрочем, и вакцинация. По статистике, прививки от гриппа сделали порядка 35%. Школы уже начинают закрываться на карантин. В поликлиниках оборудуют специальные инфекционные кабинеты для приема пациентов с симптомами гриппа. Вход отдельный. Паниковать, говорят медики, не стоит. Но к болезни необходимо отнестись очень серьезно. Носить медицинские маски, чаще мыть руки. Без необходимости не посещать людьми места. Если все-таки заболели, не ходить на работу, не заражать других. И сразу обратиться к врачу. Евгений Лямин, Елена Пич, Гусейн Гусейнов, Валентин Стуканок, Надежда Каширская и Сердечева Ла. Воскресное время. Первый канал.